Всем привет, меня зовут Алина Федорова, и сегодня я вам расскажу о своих фаворитах, о сериалах, которые мне понравились, книгах, также об онлайн-шопинге, это и одежда, и косметика. Можно только так себя сейчас радовать. Ну, начнем, наверное, с сериалов, ребят. Я в последнее время, конечно же, ищу какие-то интересные фильмы, сериалы, которые интересно было так посмотреть с мужем. Мне очень понравился сериал, называется «Почему женщина убивает?». Я думаю, что многие из вас, возможно, его уже смотрели, потому что он довольно популярный, но если вы его не смотрели, я очень рекомендую, потому что там настолько интересная история, настолько интересные сюжетные линии, там действие разворачивается в одном и том же доме, но в разных временах. Там показывается три разных семьи, и он так круто снят, что зритель переживает различные эмоции, то есть в начале сериала у вас одни эмоции, в середине сериала другие, в конце третий, настолько интригующий. Второй сериал называется «Силиконовая долина», там действие разворачивается в Сан-Франциско среди айтишников, и показывается группа парней, ребят, друзей, они создали свой стартап, и показываются процессы, как они его создавали, как находили инвестора, как все это развивали. В общем, очень смешной и очень легкий сериал, и тоже для людей, которые, например, хотят создать свой стартап, там будет тоже много полезной информации. Я вам порекомендую две книги, которые я читала относительно недавно. Скажем, не было за последнее время каких-то книг, которые бы меня впечатлили больше, чем эти. Первая из них Джоди Спенза «Сила подсознания». Это гениальная книга для людей, которые совершенствуются, которые любят узнавать что-то новое, которых интересует тема работы нашего сознания и подсознания. Вам очень понравится эта книга, она реально крутая, объясняет многие процессы. И вторая книга называется «Радикальное прощение. Колин Типпинг». Эта книга не для всех, скажу сразу. Она очень крутая, она гениальная, я бы сказала. Мне она очень понравилась, но я понимаю, что многие люди не поймут эту информацию, будут не согласны. Я считаю, что до некоторых книг нужно дорасти, дойти. Это вот, знаете, меня взять 5-8 лет назад. Если бы мне дали какую-то книгу, я бы вообще там ее не восприняла. В то же время сейчас я читаю вообще с огромным удовольствием эти книги. То есть я понимаю, насколько я поменялась. И так у многих людей. В одном возрасте ты читаешь книгу, воспринимаешь ее так, в другом возрасте ты воспринимаешь ее совсем иначе. Ребят, если можете порекомендовать какую-то книгу, которая произвела на вас просто огромнейшее впечатление, вот знаете, был такой вау-эффект. Пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Я вот сама ищу что-то, какую-то стоящую литературу. Что касается онлайн-шоппинга, первое, что я заказала, это вот такой спортивный сет. Это Oversize. Она даже на Женю подходит, но в ней настолько уютно, удобно. Знаете, можно укутаться рукава там такие, они длиннее, чем мне нужно, но мне это нравится. Также такие спортивные штаны. Внутри очень мягенький материал, приятно к коже. Если поехать куда-то на природу, выбраться, либо вы в дороге едете, где-то в машине. Очень комфортный комплектик. Безумно нравится, вот мы недавно Жене выезжали на природу, я была в этом комплекте, было очень удобно. Также от этого бренда я заказала себе белые кроссовки, они на такой огромной подошве. Мне нравится, что обувь комфортная, при этом я чувствую себя выше. Мне нравится просто чувствовать себя высокой. А когда вот есть платформа, для меня это вообще идеально. Когда мне пришли эти кроссовки, я их распаковала, и Женя такой, вау, какие крутые кроссовки. Я думаю, ну, если Женя заценила, значит, реально крутые. Наверняка вы сталкивались с тем, что мужчины не всегда понимают каких-то стильных вещей, что-то такое там слегка необычное, скажем, не совсем женственное, для них это странно. На самом деле я очень люблю одежду oversize, у меня много всего, у меня много и каких-то штанов широких, и кофты, и курточки, и всякое такое, и я люблю мешковатую одежду. От бренда Top Top я заказала вот такой сет брюки и кофта. Это очень стильный комплект, вообще очень круто сделан, мне дизайн нравится, цвет нравится, вообще все в этом нравится. И как вместе этот комплект смотрится. Также можно и одевать это порозиль, можно надеть брюки эти, при этом надеть какую-то майку, либо какой-то другой вариант кофты, блузки и так далее. Я даже не знаю, какой стиль у этого сета, то есть это как будто спорт с классикой совмещен, то есть такой тут дизайн интересный, качество очень крутое, на весну вообще идеально просто. Недавно я смотрела сайт Nike, я туда, кстати, давненько не заходила, и тут я решила заказать себе какую-то спортивную одежду, и увидела, насколько у них, во-первых, круто подобраны модели, настолько не разноплановые, разные. То есть у них очень много моделей плюс сайз, у них много каких-то необычной внешности девушек, разного типа телосложения, разного цвета кожи, вообще настолько, мне кажется, они прогрессивные, это круто. Также увидела там одну девушку, у нее были небритые подмышки, это было так необычно, потому что, знаете, одно дело, когда ты просто читаешь каких-то блогеров и видишь людей, которые говорят за бодипозитив, а другое дело, когда ты видишь вот уже такой большой бренд, и ты видишь у них такие рекламы. Я, кстати, спрашивала в Инстаграме, я делала опросник с этим скрином в сторис, типа, как вам вот такие девушки на рекламах, вам нравится это либо нет, и большинству людей, к сожалению, не понравилось такое. Многие писали, что это неухоженно, некрасиво. Скажу так, я на самом деле равнодушно отношусь к таким вещам, потому что для меня ухоженность в первую очередь, она в другом. Бриться, не бриться, мне кажется, что это дело каждой девушки. Меня это не вызывало какого-то прям, знаете, отвращения и так далее, хотя, когда я показала Жене, ему это вообще не понравилось. Мужчины, я думаю, просто не привыкли такое видеть. Я вспомнила случай, когда мы так и переехали в Америку. Это, кажется, был какой-то праздник, мы были на пикнике, и там были американцы, какие-то знакомые знакомых. И сидит парень с девушкой напротив нас, Женей. Они встречались, и девушка поднимает руку вверх, и я понимаю, что она не брилась, наверное, там, несколько лет. И она, знаете, вот так руку подняла, и вот прям долго вот так она ее и держала приподнятой. Я понимаю, что я смотрю туда, Женя смотрит туда, и мы смотрим, знаете, вот в такую одну точку, и это вот долго мы смотрим туда. И я понимаю, что это непроизвольно. То есть я не хотела, я человек воспитанный, я никогда не глазею, не пялюсь на людей и так далее. Но когда это так близко, и когда ты просто такого никогда не видела, а я, честно, я не видела такого, я видела только еще когда там ездила в университет, в метро у бабушек было в общественном транспорте. А у молодых девушек я такого не видела. Такая вау! И у меня немножко шок был. Уже не видно был тоже шок. И потом мне так было неловко за нас обоих, скажем. Напишите в комментариях, ребят, как вы к этому относитесь. Ладно, что-то я отклонилась от темы. В Nike я заказала себе классные серые леггинсы, очень крутые, там супер качество. То есть у них ничего такого нет, но при этом они универсальные. Можно надеть худи, кроссовки, просто пойти в магазин. Можно надеть топ, пойти в спортзал, можно дома позаниматься. Вообще на все случаи жизни можно просто дома ходить, как в домашней одежде. Вообще очень люблю Nike. Действительно крутой бренд. Качественный масс-маркет, им есть чем гордиться. Также я заказала такой спортивный топ черного цвета с таким вырезом. Спинка тут очень красивая, тоже он сделан качественно, на славу. В Nike я заказала себе босоножки спортивного такого типа, белого цвета. Они классные, стильные, на мой взгляд, но они ко мне еще не дошли. Я очень надеюсь, что все будет окей и что на момент выхода этого видео они ко мне дойдут, чтобы я смогла подснять кадры, как они выглядят на ноге. Я уже в предвкушении, они мне очень сильно понравились. И, кстати, я вообще редко обувь заказывала по интернету. Надеюсь, чтобы они на мне нормально сидели, чтобы небольшие были, потому что часто обувь на меня большая, потому что нога у меня узкая сама по себе, и поэтому у меня часто бывают с этим проблемы. Пожалуй, все. Больше я ничего не покупала и вроде бы не планирую покупать. В принципе, мне всего хватает, и, как я говорю, с этим карантином, в принципе, и некуда ходить особо-то. Если я куда-то выбираюсь, в основном это спортивные штаны, какие-то леггинсы, топы, ничего особенного. В первую очередь удобство. Вообще сейчас такие времена, когда люди просто начали ценить удобство. Если, знаете, раньше было такое, что всем было плевать, главное, чтобы красиво, то сейчас женщины стали больше заботиться о своем комфорте, и это круто. Я это разделяю. Мне нравится такая мода на удобные вещицы. Из косметики я себе заказала увлажняющий крем от бренда Тача. Это японский бренд, он крутой. Мне настолько нравится водянистая основа, на которой сделан крем. То есть ты, когда его наносишь кожу, вообще его не чувствуешь. Он настолько легко ложится, и нет ощущения липкости. Не нужно ждать, пока он впитается. То есть это происходит мгновенно, и вы тут же можете, например, нанести тональный крем, либо макияж, если вы собираетесь куда-то идти. Также он действительно убирает хорошо сухость. И у меня тоже есть такой гель для умывания. Я им уже давно пользуюсь. Я вам раньше показывала. Тоже классный. Также заказала масло карите от бренда L'Occitane. Я читала по отзывам. Многие писали, что им понравилось это масло. Я решила тоже попробовать. Я наношу его и на все тело, и на лицо. Мне кажется, он довольно экономичный. И действительно кожа очень долго увлажненная и мягенькая. Я читала про масло карите, что оно имеет множество полезных свойств вообще для кожи. Разглаживает морщины и улучшает цвет лица. И кожа становится мягкой, молодой и так далее. Но я вот попользовалась уже сколько? Недельку. Мне реально нравится. По-моему, классная штука. Также я купила увлажняющий крем для всего тела. Джози Морен с абрикосом. Запах невероятно классный. Я покупаю этот крем уже в течение года. Один и тот же постоянно. Очень мне нравится эта продукция. Я покупала от этого бренда и другие штуки. Но как-то вот крем для тела мне понравился больше всего. Также я купила себе скраб для губ от MAC. У меня, кстати, вообще никогда не было скрабов для губ. Я впервые попробовала, когда на меня нанесли визажист этот скраб. И мне тогда очень понравилось. И я решила приобрести такой же. Он сахарный. И тоже он невероятно вкусно пахнет. Он сладкий, естественно. И губы после него получаются тоже увлажненными. Нет вот этой корочки, нет сухости губ. И перед нанесением тоже каких-либо помад, блесков, наверняка очень круто использовать этот скраб для того, чтобы помада ровно ложилась. Хотя я помады не использую. Я вам говорила о том, что я вообще не любитель помад, блесков. Ну, скажем, я блески иногда использую на какие-то мероприятия. Но чаще всего вы меня видите вообще без ничего. Это мой цвет губ. Хотя на других мне очень нравятся помады. Мне очень нравятся яркие разные помады. Но сама так получилось, что я их не крашу. Вот мне нравится очень эффект, когда ты наносишь этот скраб. Губы, они такие как отполированные, мягенькие, увлажненные. После чего нанести просто бальзам для губ, либо какую-то гигиеническую помаду. И они выглядят очень ухоженно и красиво. Ребят, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. А мы увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok